Джон Кальяна Эвордс Антон Гайворонский А-ля сеть Хука Плейс А-ля, а-ля, короче, поняли В 2016 году решил сделать премию Джон Кальяна Типа, какого хуя? Оскар есть Золотая малина там есть А почему нет Кальяного Оскара? И я это должен сделать И он это сделал Первый раз это проходило в 2016 году В Кальянной Лубянка Было все такое красивенькое Все были в пиджачках, в белых рубашечках Как положено, да? Давайте, собственно, сравним категории Которые были в 2016 году В 2016 году Были такие номинации, как Народный продукт, вклад в развитие Индустрии, видеоблог года Конечно же, без этого никак Кальянная сеть Табак года Кальян года Эвент года И лучший уголь Кто в этих номинациях выиграл? Народный продукт стала чашка Апгрейд форум Да, это апгрейд Он был, есть и всегда будет Вклад в развитие индустрии Калаут Да, они толкнули Было прикольно Видеоблог года Джон Кальяна ТВ Ну тут без вопросов Его Оскар Его, собственно, победа Кальянная сеть Хука Плейс Да, все правильно Первый нужно отдать все себе С этим вопросов нет Табак года Мэтт Пир Ой Табак года Дарксайд А кальян года Был Мэтт Пир Потому что тогда Кальяна Дарксайд Вроде не было Эвент года Хука Глаб Шоу 2016 Аля Ася Закатова Привет И лучший уголь Это Краун Да, это вызвало много Хотя нет В 2016 году было очень мало угля Российского производителя И, соответственно, Краун больше всех шумел А Джон Кальяна 2017 года Проходил в Тесла Плейс На Джон Кальяна Крисмас Сейл Там были уже немного другие премии Это Видеоблог года Это Кальянная сеть Это Табак года Кальян года Эвент года Лучший уголь И Открытие года Самым спорным Была номинация Открытие года Что, чему и как И почему Блядь, да Там были номинации Фрегат Хуков И так далее В открытии года Выиграл Хуков Тем, что он завез Акцизный танж Но непонятно Как этот танж был завезен И почему Или реально ли он акцизный То есть непонятно Лучший уголь Панда Эвент года Джон Кальяна Фест Кальян года Мамай Кастом Табак года Дейли Хука Потому что в прошлом году Был Дарксайд Кальянная сеть Мята Лаунж Видеоблог года Ну а хули Тут там можно Немного реально Поковыряться Если в 16 году Не с чем было сравнивать И не просвечивалась Какая-то политика То в 17 году Она явно просвечивалась Давайте посмотрим О номинации Видеоблог года Ну а хули Да Возможно Я там должен быть Но нет Потому что в 16 году У меня не было Да Я об этом ничего не говорю Я говорю про Номинацию Видеоблог года Как ну а хули Тогда я сразу подумал О чем Ага По идее Кальянная сеть Лучшая В прошлом году В 17 Должна была выиграть Ну а хули Но ей отдали Эту Этот Оскар Отдали Мята Лаунж Потому что Мята Лаунж В принципе Сеть Которая Нахуй Вообще Никому Ничем Не мешает Она развивается Сама по себе Она ни с кем Не конкурирует И она просто есть Поэтому проще Отдать ей Кальянную сеть Потому что Она не составляет Конкурентноспособности Именно Хука Плейсу И не будет Дальнейше Мешаться Но если отдать Этот Оскар Ну а хули То Это прямой Конкурент Хука Плейса У ну а хули Есть магазины Так и кальянные Поэтому проще было Чтобы ну а хули Молчал И не пиздел Дай-ка ему Отдадим Видеоблог года Пускай радуются Статуэточки Да Табак года Все понятно Это дэйли Хука В прошлом В шестнадцатом году Был Дарксайт В семнадцатом Был Дэйли Хука Поэтому Дэйли Хука По-свойски По-братски Душевно Блять В душу Лучший кальян Года Мамай Кастом Вы спросите Блять Мамай В половине Страны Нет Мамая Половина страны Не может дождаться Мамая Именно на семнадцатый год Когда он Взорвал бум Тем что он засветился В видеоблоге Антона Гайворонского Он засветился Тамо И вот этот хайп Пошел Но Единица мощности Была слишком слабая Чтобы Вытаскивать Эти объемы Но почему-то Все равно Отдали Мамаю Все очень просто Чисто мое Субъективное мнение Оно связано с тем Что Мамай Возможно Отгружал Хука Плейс Маркет И кальяны По Почти по себе Стоимости Поэтому Выгоднее было Их быстрее Продавать А чтобы продавать Нужно было Что Этот кальян Максимально Популизировать Поднять ему Хайп И поднять Продажи Чтобы Хука Маркет Мог ловить Кэш с этого Эвент года Джон Кальяна Фесс Все очень правильно Потому что Других эвентов Не было Был Хука Клаб Шоу Но Два раза нельзя Выигрывать Два года подряд Поэтому В этой номинации Хука Клаб Шоу Не было Был Джон Кальяна Фесс Который проходил Летом Его мы конечно Не будем обсуждать Уголь Панда На тот момент Почему Уголь Панда Я сразу сказал Что потому что Почти все мероприятия Антона Проходили На Бесплатном Угле Панды Потому что Ставился Огромный мангал И Панда Везде Всем все раздавала Как так Антон Я Блядь Значит Все твои выставки Блядь Углем Проставляю А Сосухуй Нет Антоша Давай решать Поэтому Отдали Панде А открытие Года Хуков Довольно таки Спорное И возможно Даже не надо Это обсуждать Что касается Хука Эвертс Давайте посмотрим На номинации Есть Кальян Года Видеоблог Года Табак Года Уголь Года Чашка Года Магазин Года И кальянный Бренд Года То есть А под Чашкой И кальянным Брендом Немного Смутно Что к чему И как Ведь это Максимально Субъективные Вещи Возможно Тут будут судить Наверное По популярности И кто больше Всего попросит Своих друзей Проголосовать Скажу сразу Если в прошлом году Голосование было Бесплатное И никого не Принуждало И можно было Крутить сколько Душе угодно Как делали Многие блогеры Причем они Накручивали еще И на своих Конкурентов Чтобы его Оттуда нахуй Выкинуть То здесь Сделали платненько То есть Это 20 рублей За голос Допустим Чтобы мне Проголосовать В каждой категории Мне нужно Почти больше 160 рублей Ну-ка Давайте посчитаем 5 это 100 Да 140 рублей Мне нужно Чтобы проголосовать За всех Копейки Но сейчас Все сидят На пакетах И на карте Обгой На сим-карте Обычно Всегда по нолям Ровно оплачено То количество Чтобы хватило Этого на месяц 100 смс 100 минут И Анлим интернет Да Но тут загвоздка Я закинул На свою Сим-карту Кэша И думаю Дай-ка Проголосую За всех Кто в каждой Категории Мне нравится И я узнал Что Что Йота Не поддерживается Я взял Свой номер МТС О-ка Там все нормально Все хорошо Поэтому Так же Непонятно То есть Выходит Что Такие сторонние Операторы Как Йота Хуёта Они Выкинут Из голосования Типа Ребята Сосните Хуйца Надо брать МТС Ну и По 20 рублей Тут же Так же Складывается Не хочет ли Антоша Отбить Премию Чисто на голосование Еще до Начала Джон Кальяна Фестиваля Возможно Что Не все 20 рублей Падают Антоше В карман А возможно Что и не капает Ничего Это реально Под шильдиком НДС Да А возможно 50 на 50 Ладно Давайте теперь Разбирать Какие номинации Есть В каждой Категории И сразу же Я буду примерно Говорить За кого Я отдал Свой голос За кого Возможно Максимально Объективно Отдать голос То есть Ну кто Возможно Выиграет Объективно И конечно же Как это По свойски И по братски Да Давайте откроем Кальян года И мы увидим Что Что в этой номинации Есть такие категории Как Душа Пандора Софт Смок Маклауд Космо Хука Япона Альфа Хука Хуб Хука Чойзен ДСЯш Юкап И Дарксайд Давайте Давайте Наверное Откроем Самое Первое И посмотрим То есть А как Это выгодно И по свойски Отдать Так чтобы Не обидеть Своих Братишек То Кальян года Скорее всего Будет Либо Дарксайд Либо Чойзен Почему Потому что Дарксайд Это братишки А Чойзен Нет Нет За фотосессии Заносит Монеточку Но Если смотреть Мое мнение И мой выбор За кого я отдал Свои 20 рублей И проголосовал Это Маклауд Это мое Крайне субъективное Мнение Они мои друзья Они мои партнеры Соответственно Я голосую за них Но Есть и Объективный вариант Кто должен Выиграть Эту премию Конечно же Хуб Хука Почему Потому что Эти ребята Очень долго На рынке У них Идеальное качество У них идеальный сервис И они просто Работают Красиво Ну и все У них такая упаковка Которую можно разобрать Но невозможно собрать Да Идем дальше Следующая номинация Это Видеоблог года Наверное Вся самая та Номинация Которая Больше всего Вполне Меня интересует А Наверное Разберем Как Объективно А нет Наверное Разберем Так как Отдать Эту номинацию По-свойски Тут есть Такие Участники Как Кальянный Мастер Твоей Мамы Вы наверное О нем Даже не знаете Густой Фил Итреха Космоблог Дава Дым Маклауд Саркози И конечно По-свой Объективное Объективное Дальше Это у нас Номинация Табак Года Что есть У нас В этой Номинации Есть Сатир Элемент Дафт Кобра Какого хуя Она здесь Сделает Непонятно Масхев Северный Спектрум ВТО Хайп Берн И все Многих брендов Нет Но Как угодно Барину Да Соответственно И Дарксайда Нет Потому что Он выигрывал В прошлом То есть Да Как бы Ну там Что Дели Хука Что Дарксайда Одна компашка Так вот Как удобно Это расположить Так Чтобы Было Максимально Удобно И комфортно И не конкуренто Способно Отдать Номинацию Табак Года Кобре Почему Потому что Это в принципе Не табак Это в принципе Нахуй никому Не мешает Он есть И есть И никакой Конкуренции Он не составит Никому Мое мнение И мой выбор За кого я отдал Это Дафт Почему Потому что Последнее время Дафт мне нравится У меня нет С Дафтом Никаких Коммерческих Терок Есть просто Продукт Который мне нравится Есть продукт Который я чаще Всего курю Это Дафт Есть Конечно же Объективное Время Объективный Вариант Кому нужно Отдать Эту премию Я Сюда Сейчас Много Растяну Это Дафт Или Масхэв Почему Во-первых Дафт и Масхэв Есть почти Во всей Стране Это Максимально Бюджетный Продукт Он Развивается Он Очень Старый Да То есть Масхэв Есть почти В любой Кальяной Почему Потому что Он дешевый И он Народный То есть Да Также и Дафт Он дешевый Акцизный И грубо говоря Народный Поэтому Если Выигрывать То выигрывать Либо Масхэву Либо Дафту Есть Следующая Номинация Это Уголь Года Тоже Довольно Таки Странно Есть Бытует Мнение Что Весь Уголь Который Есть В стране Это Дело рук Всего Лишь Трех Заводов И если Ты Соберешь Все Угли То Там Ровно Будет Три Завода Но Просто Разные Коробочки И все Что Есть У нас В этой Номинации Есть Шаман Есть Краун Есть Коколоко Есть Биг Макс Есть Блэк Коконат Есть Дарксайд Оазис Кокубрико И конечно же Панда Самое интересное То что В прошлой Номинации 2017 Года Выиграла Тоже Панда И в этом году Панда Не должно Быть Здесь Либо Это Проек Тот Составлял Списки Либо Панда Здесь Есть Хотя По условиям Не должно Быть Такого Раз В год Ты Выигрывает То В следующем Году Она Не Участвует Давайте Теперь Смотреть Как Я Все Распределил А Как Это Выгодно По Братски И По Свойски Конечно же Отдать Уголь Года Дарксайду Дарксайд Круто Молодцы Сделали Три Варианта 22 25 И Флэп Все Как Положено Полная Линейка Лучший Уголь Года Дарксайд Пизда Да Но Есть Мое Мнение И мой Выбор Конечно же Я тут Стою Возмущаюсь О том Что Как Бы Там В прошлом Году Была Панда И в этом Году В этом Году Я бы Тоже Отдал Панде Потому Что Реально Панда Уголь Есть Будет И Как Он Нравится Это За что Я отдал Голос Не Надо Путать И Есть Объективный Вариант Это Шаман Почему То есть Шаманы Должны Выиграть Шаманы Шумят Шаманы Крутые Шаманы Тусуют Шаманы Делают Прикольные Веселые Стенды Ну и Шаман Реально Везде Плюс Шаман Завоевывает Европу Германию Францию Что то еще Испанию Да там Они Везде Этим Занимаются И все Это Распространяет Поэтому Я бы Скорее всего Победу Отдал Углю Шаман Но Также Можем Сразу же Сказать Что возможно Победа Уйдет Углю Панда Потому что Уголь Хорош Идем Дальше Следующая Премия У нас Это Чашка Года Она Такая Сомнительная Но все Равно Она Есть Давайте Посмотрим Что в Этой Чашке Есть Ой В этой Номинации Есть Космо Боу Таламон Чашки Джо Япона Смоклаб Облако СТ РФ ГКУ Харвик Глина Апгрейд И Апер Пау Да Давайте теперь Разбирать Как это Отдать По-свойски Наверное Скорее всего По-свойски Отдать Апгрейду И Собственно Вообще Здесь В чашке Года По-свойски Никак Не отдать Короче Кто выиграет Тот выиграет Но я свой голос Почему-то отдал За чашки СТ С Сережкой Мы хорошо Общаемся Дружим У него Мамка Классная Хорошая Такая Женщина И Объективный Вариант Наверное Кто выиграет Чашку Года Это Либо Апгрейд Либо Смоклаб Со своими Убивашками Эвел Боулами И всем Остальным Чашки Которые На уровне Народа И которые Распространяются Везде Идем дальше Следующая номинация Это у нас Кальянный Магазин Года У нас есть Такие Варианты Как Воскуримся Дымшоп Про которые Я даже Не знаю Нуахули Стор Питер Смок Космос Шоп Смоклаб И Хука Маркет Да Давайте Посмотрим Кому По-свойски Выгодно Отдать Магазин Года Конечно же Хука Маркету Но ни в коем Случай Не Нуахули Да Но я отдал Свой голос Конечно же Нуахули Стору Потому что Магазин Развивается Вроде все Есть Хорошее Партнерство Что-то происходит Что-то крутится Ну и Конечно же Хайпует Объективный Вариант Это либо Воскуримся Потому что Они возят Много чего Интересного Если ты Разъебал Колбу Ты бежишь Куда Отвуки Конечно же Воскуримся Но Магазин Воскуримся Я бы его Отнес Больше к Магазинам Островкам В торговых Центрах То есть Дорого Непонятно Вроде как Есть Никакая Ни сеть Никакая Ни франшиза Глобальная Просто Локальные Точки Поэтому Либо Нуахули Стор По объективному Либо Конечно же Воскуримся Ну и Последняя Номинация Которая У нас Есть Это Кальянный Бренд Года Она Крайне Мне тоже Непонятна Здесь Есть Табак Элемент Табак Кобра Табак Мэтпир Космо Бол Чашки Кальян Япона Хука Кальяны Хуб Дарксайд Либо это Уголь Либо это Просто Компания И конечно же Хука Плейс Да Хука Плейс Теперь Давай Собственно Тут уже Как бы Ну По братски И по свойски Конечно же Все понятно Это либо Дарксайд Это Либо Хука Плейс За что Я проголосовал Здесь Также За Хуб Хука Реально Компания Достойная Хотя бы Выиграть Эту номинацию И уйти оттуда Со статуэткой Это Хуб Ну и Объективный Вариант Который Должен Выиграть Я думаю Считаю Так Это Дарксайд Реально Дарксайд У них У них Есть Эвенты У них Есть Хуэвенты И Конечно же Элемент Почему Элемент Недолго На рынке Но они Немного Взорвали Они О себе Сказали И это Реально Что-то Новое Начиная От упаковки Заканчивая Эвентами Так что Вот такое Мое мнение Об этом Все Это Все Половина Моя Сугубо Личная Никак Не Обсуждается Я Захотел Так Я Сказал Также И про Номинацию Блог года Захотим Отдадим Дави Захотим Не Отдадим Дави Но ты Всегда Можешь Меня Поддержать Так что Увидимся Все 15 Декабря На площадке Тесла Плейс На крутой Вечеринке Джон Кальяна Крисмас Сейл Продолжение следует Продолжение следует